Вопрос свежий про два приложения рентгенского гайдера. Я прочитал две статьи, свежие, одна прошлого года и одна этого года, которые вышли в журнале «Неча». В первой статье рассказывается о методе снижения рентгенского и оптического излучения, а в второй статье применение вынужденного рентгенского излучения для мастер-виза. Что такое совершение рентгенского и оптического излучения? В последнее время интересно и хорошо развитое изучение взаимодействия света с веществом. И мы хотели бы улучшить разрешение методов, рассмотреть взаимодействие света с веществом на более мелких масштабах. Для этого мы должны использовать рентгеновское излучение. И вот такой метод, позволяющий сделать смешение, был предложен 50 лет назад, но в последнее время не был осуществлен из-за того, что не было подходящих источников рентгеновского излучения. По сути, этот метод – это генерация самарной частоты. То есть у нас есть образец, мы светим на него лазерным излучением и хотим узнать, как этот лазер взаимодействует с веществом. Также одновременно мы светим туда рентгеновским излучением и, как и в обычной рентгеновской кистилографии, мы записываем этифункционную картину и по ней мы можем узнать распределение зарядов в образцы. Итак, мы можем следить, какое распределение зарядов происходит при взаимодействии с веществом. Ну и сам по себе факт смешения оптики и рентгенов – это первый эксперимент. И он в прошлом году был сделан опять на той же установке, о которой нам Андрей рассказывал. Стэнфон. Слева можно увидеть схему остановки. Здесь используется рентгеновское излучение, которое с помощью методхоматора врезалось в спускай уния. Это все было в импульсе. И поставили ортические импульсы в секунду в алмаз. Алмаз был повернут так, чтобы немножко отстроиться от максимума, который, ну, бреговского максимума, соответствующей плоскости 1,1,1, и немного сдвинуть из-за того, что ортическое излучение, и еще было уменьшить фоновое излучение. Рассеянное рентгеновское излучение попадало на анализатор энергии и… Владимир, а вы там указ какие-то можете показать? Вот, на анализатор энергии, ну, и щитлоза текана. Ну, первый график показывает зависимость частоты, ну, или угла, которые соответствуют частоте в энергетическом анализаторе. В зависимости от… Вот просто вот мы высылаем рентгенское и оптическое излучение, и смотрим распределение по энергии. И мы ожидаем, что частота рассеянного излучения будет суммарной частотой рентгенской, ну, рентгенской частотой. И, действительно, мы видели пик куски на соответствующей частоте. А скажите, во сколько раз частотой отличается от энергии из энергии и оптики? Написк, это 1,5 кВт. Одиндежностого 8 кВт. То есть, 5 тысяч раз. Значит, суммарная частота отстоит от рентгеновского излучения всего на 0,005 от рентгена. То есть отстроек очень низкие, они ее сумели зарядить. Пик достаточно узкий, но он еще более узкий, потому что ширина этого пика на графике совпадает ширина разрешения этого анализатора. На графике C показан, ну, немножко измененный эксперимент. Здесь мы обращаем алмаз, а детектор вставляем под фиксированную вулку. И тогда мы тоже наблюдаем из пик, который будет в два раза хуже, чем наблюдаем в предыдущей эксперименте. Это в зависимости от тем, что когда мы поворачиваем алмаз на углу тету, то изучение немецкое поворачивается на два тета, и оно выходит из анализатора. И здесь тоже, и с этой графикой еще получен низкий предел, низший предел для ширины, настоящей ширины у нас подземник энергии. Это восемь миллиардиан, которые... Минтрардиан, который соответствует... ...тридцать пять миллиметров вольт. На графике D показана, ну, исследовалась зависимость излучения от поляризации оптического звучания. Мы ожидали, что... Ну, они ожидали, что... Доксивность излучения будет пропорциональна квадратура проекция... ну, реактора поляризации на вектор обратной решетки. И это наблюдалось в эксперименте. А исходные эрегеновские излучения на сколько был поляризован? Или там ничего не скажут, то есть, что она не поляризована? Мы вообще можем проектироваться. Есть у вас? Как бы проектировать не было? Конечно. А это восемь, как все равно, что это будет? На следующем графике показаны коррекционные функции. Здесь, ну, производилась задержка между оптическими оптицами и эрегеновскими, смотрелась коллективность. На ширину коллекционной функции влияет эффективность оптического импульса, и небольшое влияние зависит из-за того, что оптические эрегеновские распространяются с разными скоростями и с немного разных проблемами. С помощью этого метра можно изменить распределение зарядов, которое возбуждается с помощью оптического излучения, но мы бы хотели узнать больше информации о самом веществе. Например, вот в данных исследованиях хотели изучить связи между атомами тормоза. Но эта задача построения обратной картины, ну, дефекционной картины обратной, чтобы получить распределенный заряд в прямом постановстве, сложно, ее не проделывали. В этой работе проделывали численное моделирование. С помощью метода функционоплодности. Мы потом сравнились с надземлениями как-то? Или просто показали численные результаты, никак не связаны с экспериментами? Ну, они пользовались численными результатами, чтобы из эксперимента все-таки это было. Понятно. То есть это модельно-зависимая, как бы, у них? Сначала изучалась дефекционная картина, это нервское излучение, на обычном НМАе. И здесь видно распределение заряда атома и пики, которые соответствуют эквивалентным связям. В данной работе использовалось предположение, которое раньше выдвинулось, что при оптическом взаимодействии, ну, взаимодействии с эквивалентным изучением, распределение зарядов сменяется в первую очередь в местах, где эквивалентная связь. На втором картинке показан расчет, если произвести еще оптическое изучение, ну, и вышли изначально. И тогда действительно видно, что изменение заряда происходит в тех местах, где были эквивалентные связи. На третьем картинке показана картина общая, ну, весь. И в этой статье сделали модель, как найти расположение связей по распределению заряда, который возникает при взаимодействии с эквивалентным изучением. Также еще этот метод можно использовать для рассмотрения динамики химических процессов. Тогда мы будем посылать рентгеновский импульс-задержкой и сможем рассмотреть, как химические связи эволюционируют во время. Но это тоже сложная задача, чтобы восстанавливать картину по инструкционной картине. И в данной работе нам предлагается использовать какую-нибудь модель и использовать только несколько максимумов, по поведению которого во времени можно будет некачественно судить о поведении химических связей, например, если не исчезает. Если есть какие-то деминирующие связи, то так их можно выделить. Если их много, то это, наверное, не очень перспективно. В следующей работе рассматривалось вынужденное изучение рентгеновское. В настоящее время растет рентгеновская стипоскопия обычная, и данная статья хотела улучшить некоторые характеристики этого метода. Например, в настоящее время появились источники с большой интенсивностью, с помощью которых можно исследовать семейные зависимости. Например, вот вынужденное изучение. С помощью вынужденного метода можно висеть меньшее разрушение образца из-за взаимодействия с рентгеном и получить большую точность. То есть в этой работе был образец кремний, приставку. У него писалось в теорию верненности изучения геновского атома, особенно футона. Рассмотрим, что происходит. Когда мы светим верненностным лазером на атомы, то с нижних уровней, здесь два уровня, электрон возбуждается, переходит на верхний уровень, после этого он может спонтанно излучить геновский фотон, а второе, возможность, это вынужденное изучение, когда еще используется еще один фотон. Ну, здесь же энергия фотона 115 электрон вольт. Она большая, то есть она инизует не только нижние электроны, она у кремния, с атом кремниями, в решетке, что делает. Или она специально так подобрана, что просто какой-то отдельный внутренний электрон за атом кремнию отдирает? Мы здесь считаем, что это переходит с уровня атмосферы. Понятно. То есть они вот так энергию подобрали, чтобы внутренний электрон обдирался, но он, естественно, остается в кристалле где-то. Ну, запишем вероятности ступания земельского излучения и вероятности взаимодействия на потону с другом. Эти вероятности в их профессиональное сечение, плотность амс, соответственно, где ρ-атом – это концентрация атомов, а ρ-х – это концентрация возбужденных атомов. Мы хотели бы, чтобы вероятность вынужденного излучения была равна единице. Еще мы ввели лямбду – это дверяное влачение. Это единица, дверяное влачение. Если мы подставим лямбду в выражение вероятности, получим условие, при котором вынужденное излучение будет очень эффективно. Но это условие выполняется, когда отношение длины влачения к длине, на которое происходит взаимодействие, ну, когда это отношение равно доле возбужденных атомов. Например, когда ρ-д-х – это было продемонстрировано в газовой. Но тогда все атомы, которые были в газе, они все возбуждены. И такого нельзя сделать в втором теле, потому что будут разрушать связи. И для второго тела такой способ не получится. Надо, чтобы d-д-х был намного больше, чем лямбду. И тогда мы заметим, что диаметр пучка рентгеновского, он много больше, чем глубина ямбду. И если мы будем рассматривать излучение под малыми углами, то, скорее всего, там будет вынуждено излучение. Излучение, выходящее под малыми углами, а падающее – там под углом порядка 47 градусов. Это действительно наблюдался пик на 9 градусов. Но при этом видно, что разгорели много больше, чем лямбду. Это было в зависимости от интенсивности растительного излучения от угла. Также можно рассмотреть зависимость… Ну, теперь зафиксируем детектор под углом 15 градусов. И смотрим в зависимости от силы излучения, в зависимости от числа фотонов в углу. А почему 15 градусов? 15 – там же минимум излучения, да? Да. Ну, так выбрать. Если я взял 9, то там, к примеру, в 5 раз будет забыв. Ну, и рассмотрим поведение интенсивности от числа фотонов в углу. Здесь есть два случая. Ну, если число фотонов маленькое, тогда здесь будет просто спонтанное звучение, и интенсивность будет профессионально просто для числа фотонов. Если посмотреть в данный случай, когда большое число фотонов, то здесь происходит насыщение. Потому что важный параметр у человека есть в среде – это одновременное количество, ну, число возбужденных атомов в одно время. Если у нас очень большая интенсивность, то это число уменьшается. И вообще будет насыщение, потому что, ну, когда вынужденно изучают все возбужденные атомы. Вот. И тогда здесь видно тоже в ней. И здесь как минимум. Ну, еще полезно рассмотреть эту величину и делить еще раз на количество фотонов. В подпадающих. Это будет эффективность реализования нападающего излучения в внутренне излучения. И тут должно быть удовольствием. Ну, а в самом себе величина эффективности какая? Ну, там порядка 3 на 10 минут, конечно. То есть меньше, чем миллионная часть фотонов? Да. Индицированная влучается. Так же можно поставить специальный параметр и посмотреть в зависимости от энергии. Мы увидим вот такую картинку. Вот в области параметров можно разделить по несколько частей по интенсивности вначале. Вот зачем вот. Потому что в выравнение входит сечение, которое зависит от энергии. Если у нас в изначальный момент было больше сечения, то для вынужденного изучения требуется меньшее число возбужденных параметров. И поэтому ожидается, что там, где больше интенсивности при меньшем числе фотонов входящих, то при дальнейшем общении числа фотонов в этой же области будет увеличиваться сильнее, чем в таких властях, на излучение. Действительно видно, что зеленая область – это область, где большая интенсивность, а синий – где поменьше. И видно то, что график зеленый. Что этот график первое уходит на течение. А там, где меньше – дальше уходит на течение. Но есть еще область красная, которая сильно отличается от остальных. Здесь происходит рост. Здесь эффект объясняют квадратичным потоком. То есть конверсия такая маленькая, что все-таки основной там процесс – это же рекомбинация. И когда электрон падает вниз, то энергия в основном электронам передается. Очень маленькие доли индуцированного излучения идут. Тем не менее, все равно уже понаблюдали. Это первый эксперимент, где, по-моему, вы дали вот такой невинейный эффект, связанный с индуцированным излучением венглент. В твердом теле. Если потому что есть насыщение, то уже рекомендация маленькая. Здесь все уходит в внутреннее насыщение. Да, они как раз это используют, что в том спектральном диапазоне, где индуцированное излучение идет, там эффективность конверсии повышается. Потому что индуцированным образом число фотонов нарастает гораздо больше, чем просто при спонтанном излучении. По сравнению с АЖ, рекомбинацией АЖ конверсии.